Уважаемые дамы и господа, доброе утро. Дамы и господа, доброе утро. Проявляет полную открытость, в том числе во взаимодействии со средствами массовой информации. Поэтому для нас эта конференция является одним из ключевых событий с точки зрения рассказать и мировому сообществу, и вашей аудитории о тех событиях, которые происходят в нашем городе, о том, как изменяется Москва. Прежде всего, позвольте мне зачитать вам обращение от имени мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Участникам второй конференции представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой информации «It's time for Moscow». Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сердечно приветствую вас на открытии второй конференции представителей иностранных и зарубежных русскоязычных СМИ «It's time for Moscow». В конференции принимают участие представители правительства Москвы, различных организаций и структур города, предприниматели и наши коллеги российские журналисты. У вас будет отличная возможность своими глазами увидеть достижения Москвы за последние годы, узнать о планах дальнейшего развития мегаполиса, поделиться идеями и предложениями. Рассчитываю, что вы расскажете о московских впечатлениях своим читателям и зрителям в ваших странах. Объективная информация – основа взаимопонимания народов, залог прочных и дружественных отношений. Со своей стороны, правительство Москвы будет и дальше делать все возможное для поддержания и продвижения в мире русской культуры и ее основы русского языка. Очень важная роль в этом принадлежит русскоязычным средствам массовой информации, партнерству с которыми мы будем и впредь уделять большое внимание. Желаю вам, дорогие друзья, успешной работы конференции, плодотворного общения, новых профессиональных достижений и ярких впечатлений от пребывания в Москве. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Необходимо отметить, что в последнее время значительно возросла степень доверия населения к городской власти. И прежде всего, конечно же, это вызвано теми структурными изменениями, которые сегодня проводит правительство Москвы, в том числе внедряя открытое правительство, которое позволяет всем горожанам участвовать в управлении городом. В этом вы сами сможете убедиться в ходе наших презентаций, которые мои коллеги будут в ходе этого форума рассказывать вам. Вас ждет интересная, насыщенная программа встречи с руководителями различных департаментов, различных ведомств. И надеюсь, что у вас будет возможность обменяться мнениями и поговорить с моими коллегами из правительства Москвы по всем проблемным вопросам. Сегодня Москва один из самых быстро развивающихся мегаполисов мира. Несмотря на некоторые сложности, у нас сбалансированный бюджет, который демонстрирует очень хороший финансовый показатель. Показатели дефицит бюджета не превышает 3% от валового регионального продукта. Это очень хорошие цифры по сравнению с такими городами и мегаполисами, как Берлин, Париж, Нью-Йорк и другие крупные города, в том числе и азиатские мегаполисы. Сегодня бизнес-сообщество воспринимает Москву как достаточно привлекательный город для инвестиций, несмотря на то, что Москва по-прежнему далеко отстает в рейтингах от лучших мегаполисов мира. И наша задача проводить структурные изменения, которые позволят создавать максимально комфортную бизнес-среду и бизнес-климат для наших предпринимателей. Продолжаем развивать наши зоны, такие как Зеленоград, где концентрируется высокотехнологичное производство. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы, как позитивные, так и негативные, объективно отражались в средствах массовой информации. Поэтому ваше мероприятие имеет для нас огромное значение. И, конечно же, город наш многонациональный. И то, как вы будете освещать события, происходящие в городе, во многом отразится и на бизнес-климате, и бизнес-среде. Я хочу пожелать вам успехов в работе этого форума. И позвольте еще раз вас приветствовать в городе Москве. И наш форум проходит в преддверии открытия урбанистического форума, на который соберется беспрецедентное количество наших международных гостей, более 20 международных делегаций, 20 мэров крупнейших городов мира. Это будет очень интересное событие. Вы также примите в нем участие. Я думаю, что там вы сможете получить совершенно объективную информацию о стратегии развития Москвы и о тех перспективах, которые ждут в нашем ближайшем будущем. Спасибо большое и успехов вам в работе. ...на следующий год. Но я думаю, что многим коллегам в этом зале тоже будет интересно, а как же с теми планами, которые строила Москва, вот в частности, такой амбициозный план по созданию в Москве международного финансового центра. Давайте мы дальше будем с места. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы сегодня реализуем много амбициозных программ, и одна из них, в которой правительство Москвы принимает самое активное участие, это создание в Москве международного финансового центра. В Москве отмечают высокий уровень развития IT-инфраструктуры, которая необходима для развития международного финансового центра. Москва известна как один из центров мировой науки, культуры, и Москва позволяет в том числе очень хорошо проводить досуг. Это в том числе и потому, что город организует общественные пространства, строит, реконструирует новые парки. В то же время многие эксперты отмечают, что Москве необходимо предпринять срочно усилия для развития транспортной инфраструктуры. И, наверное, те, кто сегодня ехал в центр международной торговли, на машинах отметили беспрецедентные пробки, которые, к сожалению, по-прежнему присутствуют в нашем городе. Машины парковались в три ряда, что по Тверской улице можно было проехать только по разделительной полосе практически, и движение было практически парализовано. Конечно, любые реформы невозможны без ошибок. И когда мы внедряли такой эксперимент платной парковки в городе, в центре, на первой улице, мы практически получили социальную революцию, потому что население, во-первых, не привыкло платить деньги, оно привыкло парковаться где угодно и как угодно, на тротуарах, во дворах, там поперек улиц и прочее. Поэтому, к сожалению, город вынужден был предпринимать очень непопулярные меры. Но центр города исторически, где сейчас существует платная парковка, очень ограничен. И если мы создадим крайне комфортные условия для парковки автовладельцев в центре города, то мы таким образом привлечем туда сотни тысяч автомобилей, и опять центр города будет заблокирован. Поэтому многие мегаполисы идут по пути ограничительных мер. Вы прекрасно, наверное, знаете, что, например, в Сингапуре вы практически нигде не запаркуетесь, в центре города. Просто запрещено. В Лондоне вы тоже не запаркуетесь. И в ряде других крупных городов мира администрация делает все возможное, чтобы заставить людей пересаживаться с частного транспорта на общественный транспорт. Именно поэтому Москва вкладывает просто грандиозные деньги в развитие общественного транспорта. Если вы заметили, насколько изменилось качество московских автобусов, троллейбусов, в Москве появились совершенно новые трамваи. И мы будем продолжать ужесточать меры, чтобы демотивировать людей, использовать частный транспорт для того, чтобы попасть в центр города. Поэтому, скажу честно, может, это не очень оптимистическое заявление, но мы будем и дальше ужесточать парковки в центре города. Мало того, у нас была огромная дискуссия, стоит ли нам строить большое количество подземных парковок в центре города. Сначала мы думали, что надо построить чуть ли не сотни тысяч парковочных мест. Но как только мы это сделаем, мы опять привлечем в центр города очень много машин, которые не только будут ехать и останавливаться в ресторанах, магазинах или офисах, но и через город будет просто транзит транспорта. Поэтому, ну, наверное, вы слышали, мы пока не собираемся вводить платный въезд в город, но в принципе такая дискуссия идет, вплоть до того, что ограничить въезд в Москву и сделать его платным. Потому что иначе у нас просто не хватит средств на модернизацию транспортной инфраструктуры. Вы, если заметили, как только строится самая суперсовременная развязка, она мгновенно привлекает на себя огромное количество транспорта, и мгновенно появляются пробки. Поэтому, что касается иностранцев, я скажу честно, я тоже много путешествую за рубежом, и у меня много друзей, которые делают бизнес в Российской Федерации. Вот Андрей Перегудов упомянул известную компанию, итальянскую Кодест, которая работает по проекту Динамо. Так вот, руководитель этой компании, выступая на Санкт-Петербургском экономическом форуме, заявил, что ему гораздо комфортнее работать в Российской Федерации, нежели в Италии, потому что его настолько достали административные процедуры, постоянные налоговые проверки и просто иезуитские методы общения с бизнесом, что он подумывает о том, чтобы перенести штаб-квартиру в другую страну. Поэтому нельзя видеть только плохое в Российской Федерации. И если вы приезжаете в Германию и попробуете вам сделать несколько правонарушений административных или на дорогах, я думаю, вы очень быстро расстанетесь и с правами, и с перспективой вообще получить визу в Федеративную Республику Германии. Поэтому у нас такие же методы, такие же меры. Мы стараемся сделать население законопослушным и нормально просто вести себя в городе. Поэтому здесь какого-то предвзятого отношения к иностранцам нет. То, что есть, к сожалению, недостатки, будем с ними бороться. Но вашего письма я, кстати, не видел. Я проверю в транспортном департаменте и узнаю, почему вам не ответили. Как правило, мы отвечаем сейчас, кстати, у нас одно из самых открытых правительств. У нас есть городской портал Город.ру. Вы можете написать туда любое предложение, любое обращение. И в течение буквально нескольких дней вы получаете на него ответ. Тем не менее, Москва продолжает серьезные инвестиции вкладывать в развитие инфраструктуры города. Ежегодно только, например, в транспорт мы вкладываем и в развитие транспортных магистралей, в том числе метрополитена. Москва вкладывает более 10 миллиардов долларов США. Если сравнить Москву с другими крупными мегаполисами по состоянию и качеству бюджета, и, как я уже отмечал ранее, Москва имеет очень низкий дефицит бюджета, при этом доходы достаточно стабильные. В этом году мы прогнозируем дефицит бюджета на уровне менее 3% от валового регионального продукта или примерно 8-9% от годового бюджета мегаполиса. Место Москвы в международных рейтингах постоянно улучшается. Если мы посмотрим на рейтинг Мирового банка Doing Business, Москва с 2013 года поднялась на 62 место. По рейтингу глобальной конкурентоспособности, конечно, не такие впечатляющие достижения. С 64-го места Москва поднялась на 53-е. И мы отмечаем хорошие показатели по рейтингам таких известных изданий, как Financial Times. Наши агентства, которые отслеживают город, это Standard & Poor's и Moody's и Fitch, присылает в Москве стабильно высокие рейтинги, которые ограничиваются только суверенным потолком. Несколько слов о восприятии Москвы как Международного финансового центра. Прежде всего, необходимо отметить, что многие эксперты считают, что Москва очень позитивна с точки зрения качества жизни, развития человеческого капитала. Мы несколько отстаем от ведущих мегаполисов мира и Международного финансового центра по таким показателям, как качество бизнес-климата, финансовая инфраструктура и транспорт. Если посмотреть на московские социально-экономические показатели, то, конечно же, это крупнейший мегаполис мира. Сегодня население Москвы превышает 12 миллионов человек и вместе с московской агломерацией составляет около 20 миллионов человек. В Москве достаточно высокие показатели по сравнению со средневзвешенными в Российской Федерации данными о доходах населения. Средний уровень зарплаты в Москве сегодня составляет около 14 тысяч евро. Москва характеризуется высокими показателями по деловой активности. У нас 7 миллионов человек занимаются тем или иным видом предпринимательской деятельности. Крайне низкий уровень безработицы. Он у нас колеблется примерно от 1 до 1,5%. И, как правило, это технический показатель, потому что Москва испытывает дефицит в ряде отраслей, особенно в строительстве. И в Москве ощущается высокий дефицит по высокотехнологичным кадрам. Если взять такой показатель, как доход на душу населения по отношению к валовому региональному продукту, то Москва здесь в списке наиболее высоко развитых городов мира это около 22 тысяч евро на душу населения. Если посмотреть на цифры, которые характеризуют валовый региональный продукт Москвы, то он удвоился за последние 15 лет и сегодня составляет около 300 миллиардов евро. Это сопоставимо с такими странами, как Австрия. Мы имеем достаточно стабильный прогноз по росту валового регионального продукта и согласно Бруклинскому институту он составит в 2025 году более 400 миллиардов евро. Большую часть формирования бюджета Москвы сегодня несет торговля. Это около 40%. Более 20% нам приносят предприятия. К сожалению, не очень высока доля финансовых услуг, около 10%. Именно поэтому с целью диверсификации штабных финансовых операций это концентрация капитала, концентрация организаций, которые проводят операции с ценными бумагами и, конечно же, то место, которому доверяют инвестиции, то место, где легко вести бизнес. Мы приготовили небольшую презентацию для вас. Я, наверное, коротко откомментирую ряд слайдов, что же сегодня представляет сегодня Москва как международный финансовый центр. Если посмотреть на московские рейтинги, то вы увидите, что Москва достаточно позитивно прогрессирует. С 2010 года, когда Москва находилась на 112-м месте в рейтинге Doing Business, Москва поднялась на 62-е место. И для нас это одна из предпосылок, почему в Москве можно создать платформу для Международного финансового центра. Сегодня в городе сконцентрировано более 50% всех финансовых организаций Российской Федерации, более 90% активов московских банков. Всего в Москве активно функционирует более миллиона предприятий. То развитие финансового центра в Москве будет проходить в несколько этапов. Прежде всего, сегодня Москва представляет региональный финансовый центр, который исторически сложился и проводит операции не только для Российской Федерации, но и для стран СНГ. Мы считаем, что в ближайшие пять лет в Москве сформируется центр, который будет привлекать в том числе и крупнейшие финансовые организации Восточной Европы. И в течение десяти лет в Москве будет создана инфраструктура для полноценного развитого Международного финансового центра. Это основные цифры, которыми я хотел бы с вами поделиться. И очень буду рад ответить на любые вопросы. Спасибо. Только дружественный инвестиционный климат – это благоприятное отношение к инвестору, когда он понимает, что средства, вложенные в экономику того или иного региона, гарантированы. Только так можно создавать инновационные производства или развивать социальную инфраструктуру, потому что это сегодня не спекулятивные вложения, которые приносят вам моментальный эффект, долгосрочные инвестиции, которые вы почувствуете через 5, 7, 10 лет. И, конечно же, без комфорта бизнес-среды ни один трезвомыслящий человек не пойдет на риски. Тем более, что сегодня достаточно сложная ситуация с ликвидностью. И, как правило, многие инвесторы занимают такую выжидательную позицию, предпочитая иметь средства на счетах в банках, в ликвидных ценных бумагах, в каких-то других очень ликвидных активах, но не рискуя вкладывать их в производство или в строительство новых офисов. Поэтому я думаю, что создание бизнес-среды именно комфортное, стабильное – это задача любой администрации, любого города, любой страны. Ну, сейчас такая кризисная ситуация элементарная. Гуляя по Москве, обычно встречаешь огромное количество туристов. Сейчас их как-то меньше. Это вот просто видно невооруженным взглядом. Какие шаги будут принимать Москву, потому что появится большее количество инвесторов, если уж мы говорим об этом? Это будет упрощение каких-то правил? Я не могу отметить, что драматически снизилось количество туристов в Москве. Крайне мере, гостиницы по-прежнему загружены. Когда мы организовывали этот форум, нам, например, с трудом удалось найти гостиницы комфортные по разумным ценам. Я не могу отметить, что цены на гостиницы в Москве пошли вниз, что свидетельствовало бы недостатки туристов или недостатки бизнесменов, которые приезжают в столицу. Мы будем продолжать стимулировать туризм в Москву, потому что для нас это очень важное направление во внешнеэкономической деятельности. Это экспорт наших услуг, это популяризация города и промоушен его бренда. Поэтому в Москве есть специальная программа по стимулированию туризма. Я не о туризме говорила, я говорила именно о бизнесе. Насколько будут упрощены сейчас правила взаимодействия с теми, кто сюда собирается вкладывать? Потому что вот эта неосторожность, о чем вы говорили, о том, что люди предпочитают в кармане придерживать, в банке придерживать деньги, нежели рисковать. Мы ежедневно предпринимаем какие-то усилия или снижаем административные барьеры для тех инвесторов, которые собираются работать в нашем городе. Уже на сессии отмечалось, что количество разрешительных процедур строительства 130 снизилось до 100, и задача снизить еще, если получится, до 60, может быть, 50. Но это невозможно сделать бесконечным процессом снижения до нуля. В любом городе существуют определенные регламенты, и вы нигде так просто не получите за одну секунду разрешение на строительство. Это все долгосрочный процесс. В Европе иногда он занимает многие годы. Поэтому я думаю, что сегодня Москва не самое худшее место с точки зрения бюрократических барьеров. И как администрация города мы будем и дальше продолжать прилагать усилия для снижения этих барьеров для бизнеса. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»